Добрый вечер. Наша недельная глава, глава Вайгаш. И интересно, что в начале нашей главы все знают, то есть она начинается с того, что Иуда встает перед Юсефом, который не знает, что это Юсеф еще, как все братья, и начинает защищать Бениамина и дает свою знаменитую речь, которая приводит в конце концов того, что Юсеф открывается братьям и так далее. Интересно, что вот в свете вот этого действия, которое сделал Иуда, в свете того, что он встал напротив Юсефа и начал с ним спорить. В принципе, он встал не против Юсефа, он встал напротив правителя Египта, второго человека после фараона. Наши мудрецы в Медраж Берешит Раба, Пороша Царик Гиммаль, то есть 93-я Пороша, очень много говорят вокруг вопроса, называющегося мангегут, то есть лидерства. То есть они драж за драж, занимаются вопросом лидерства и в принципе очень интересно. Я хочу на этом уроке у нас сегодня, кстати, очень такое, оно попадает в хорошее такое время, скажем так, очень своевременно. У нас в четверг будет в Израиле приводиться к присяге правительства, то есть новые лидеры так называемые и так далее, новое правительство. И вот как раз вот эта вот тема лидерства, что она за собой несет, то есть в принципе какая она должна быть, какой у нее характер и так далее, поднимается именно через вот эти вот мидраши, которые один за другим разговаривают по этой теме и в принципе можно сказать, что они поднимают три основных качества, три с копейками, то есть дальше мы увидим, почему с копейками, качества, которые требуются от лидера. То есть что такое лидерство. Итак, начнем с первого. Дело в том, что, напомню, на прошлой неделе на фоне того, что Яков, то есть когда братья хотят снова пойти, то есть братья хотят взять еду в Египте, их заподозрили в том, что они шпионы, их заставили привезти Бениамин, естественно, Яков не хочет и так далее. И еда закончилась, и нужно снова возвращаться в Египет. И на фоне этого, то есть сомнений Якова, Иуда берет на себя, скажем так, обязанности гаранта. То есть он гарантирует, что он становится гарантом с целостностью и сохранностью Бениамина возвращения его назад. То есть если мы вернемся к Глубе Макет, то мы увидим, и сказал Якову, дай Саэлю отцу своему, отпусти утрака со мной, и мы в Сане по нему будем жить и не умрем. И я ручаюсь за него из моих рук, потребуешь его. То есть да, он говорит, на иврит звучит фраза так, То есть да, я ему буду гарантом и с руки моих потребуешь. Если я не приведу его к тебе и не поставлю предельно твоим, то буду я виноватым пред тобою во все дни. То есть он берет на себя, что он будет гарантом тем, что он возвращает его. Кстати, есть такое понятие в Галахе, в Хошмишпо, то есть да, в законах имущественных и так далее, человек становится арэф. То есть да, арэф за гарантом, и когда он говорит, я дам за него долг, то есть я беру на себя обязанности, если он не отвернет и так далее. Там есть вопрос, правильно, неправильно. Ну вот, в принципе, это, кстати, на этом стихе это учится. Так вот, Медраж говорит по поводу именно вот этого, скажем так, обязательств, которые берет на себя человек без, скажем так, каких-либо поблажек, которое именно порождается от того, что человек решил быть гарантом. Когда человек берет гарантом, это, в принципе, он берет на себя обязательства, у которых нет границ. То есть, в принципе, к нему придут требования, в конце концов. И Медраж по этому поводу говорит следующее. Причем Медраж нас отправил, он берет стих из нашей недельной главы и берет стих из Мишлей по поводу быть гарантом. Говорит, то есть, Медраж вайгашила в Йуда в Йомир би адуни, то есть, да, и подошел, то есть, это наша глава, то есть, да, с этого стиха, то есть, начинается разбор, и подошел к нему Иуда и сказал, ну, господин мой. И тут приводится Медраж из Мишлей, то есть, стих из Мишлей, из которого начинают учить, сейчас открою Мишлей, чтобы вам просто прочитать, то есть, перевод это в шестой главе, звучит так. Сын мой, если ты поручился за ближнего своего, ударил по рукам за чужого, ты попался все через слова у своих, ты пойман словами у своих. То есть, да, и теперь, и говорит дальше, сделай же, сын мой, вот что, избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего, поеди, унижайся, умоляй ближнего своего. Окей. На фоне этого стиха, то есть, говорит Медраж, Амар Абиханина сказал Абиханина, убегай от трех вещей и прикрепись к тремя вещам. Убегай от залога, от залога, от миун, миун, это когда, что имеется в виду, это когда выдают замуж девочку, которая младше 12 лет, когда у нее нету отца, отец умер, выдают брат или мать, и тогда она может сказать, что она не хочет жить с этим мужем, и она уходит от него без гетто и так далее, с миун. То есть, да, это тоже, да, и стать посредником между человеком и его ближним. То есть, от этих трех вещей убегай, он говорит. То есть, от пикадон, то есть, да, то есть, залог, от вот этого миун, и стать посредником между ближним. То есть, шалиш, это человек, который берет, то есть, он, собственно, посредником между двумя людьми. То есть, лучше убегай от этого. И приклейся, прикрепись к тремя вещам. Бехалица, то есть, да, освобождают женщину для того, чтобы одного-то дам за другого. Убейтерна дарим, то есть, да, и разрешение обетах. Увеа, ва, шалом бенадам хаваро, и принесение мира между человеком и его ближним. Сказал Раби Бирхья, бни имя рафталереха. То есть, да, и также добавляет Раби Бирхья, что сын мой, если ты поручился за ближнего. Сказал Раби Шимон бараба, лошмеа, то есть, да, имеется в виду шмо, ино, пикадон, или пугнон, неважно. Другая вещь, говорит Раби Шимон бараба, бни имя рафталереха. То есть, говорит Мишлей, то есть, я тут начал сам медражка трубна. Это Иуда, ведь за сын мой, если ты поручился за ближнего твоего, это речь идет об Иуде, который поручился за Биньямина. Анухи Ярвену, как сказано, я буду гарантом за него. Витаката лизар капеха. То есть, и ударил по рукам за чужого. Миядити вакшена. То есть, сказал, говорит, из руки, то есть, я сделал, пожалуй, руками, что я за него ручаюсь. Говорит Иуда, с моих рук потребуешь его назад. Но кашта бе имрей фиха, линкады табе имрей фиха. То есть, да, что произошло. Ты попался все через слова усвои, ты пойман словами усвоих. То есть, ты попал в ловушку, говорит царь Шламо. И это имеется в виду, то есть, сказал Иуда, если я не приведу к тебе, то есть, как можно от этого выйти. То есть, то, что Иуда подписался. Упади в ноги ближнего своего и поставь царю над собой. И сказано, выигашь ила в Иуда в Юмар. И вот это то, что сделал Иуда. То есть, он упал к ногам. Потому что сделал себя обзять. Давайте объяснем, то есть, объясним метраж, который я сейчас, скажем так, перевел его. Немножко коряво. Но нет его на русском языке. Что у нас выходит? У нас приходит, то есть, первая часть этого метража занимается чем? Она занимается по поводу вообще глобально действия, стать гарантом. Насколько это хорошо. И мы видим, что это не очень хорошо. Вторая часть связывает между то, что Иуда подошел к Юсефу. То есть, начал говорить перед Юсефом, защищая Бениамина. И связи, то есть, об этом идет речь. То есть, связывают по поводу вопроса посредника. И, в принципе, Амураим, то есть, да, в Медраше, говорят очень интересную вещь. Они нам говорят, то есть, в первой части, то есть, они разговаривают по поводу глобально. То есть, это мы говорим о Рабиханина, Рабибирхи, Еврабишимон, Бараба. Они обещают, то есть, по поводу гаранта. То есть, стать гарантом за другого. Второй часть связан с сессию, да. Итак. И мы говорим, что Мишлей прихводится в дрожа. То есть, берет стих Мишлей. То, что мы прочитали. «Сын мой, если ты поручил за ближнего твоего, ударил по рукам за чужого, ты пался все через слова от уст твоих, ты пойман устами слух твоих. Сделай же, сын мой, вот что. Избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего, пойди, унижайся и моляй ближнего своего». Они берут не все три стиха, а только два первых. Первая часть. Они берут, если ты поручил за ближнего, ударил по рукам, ты попался. То есть, это не очень хорошо. Ты попался в сети. Ты попался в проблемы. И на этом Рабиханина объясняет, то есть, на базе этого, за что лучше делать, то есть, да, прикрепляться и брать на себе обязанности, а какие вещи лучше от них убегать и держаться подальше. И к этому добавляет Рабибирахия. То есть, да, еще одна вещь, от которой лучше держаться подальше, это становиться гарантом. Никогда не становись гарантом. То есть, да, держись от этого подальше. Это то, что говорит Рабибирахия. Добавляю. Теперь, в следующей части мы переходим к чему? Мы берем эти стихи, то есть, да, которые сказал Мишлей, сказал Сарат Шломо, и переходим и разбираем их на фоне того, что произошло с Юдой. И это объясняет, что произошло с Юдой. И тут уже используется и третий стих из Мишлей. Сделай же, сын, вот что. То есть, как выйти из этой ситуации, выходная ситуация. То есть, когда ты сделал себя гарантом, ты попал по ловушке, ты связал себя по рукам и ногам, то есть, обязательствам, которые ты обязан выполнить. Как из этого выйти? Говори, то есть, вторая часть. То есть, да, берешь. Сделай же, сын, вот что. Избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего, поиди, унижайся и умоляй ближнего своего. Из этого выходит, что? Из этого выходит же деревственная вещь. Из этого, как мы сказали, Медраж связывает вот эти все стихи Мишлей. С сказано про Иуда. И это выходит, почему? Объяснять, почему Иуда должен сделать вот это вот странное сумасшествие. Понимаете, что Иуда делал? Иуда делает сумасшествие действия. Он, чужак в стране в Египте, он один выступает и входит в конфронтацию с вторым человеком после фараона, который имеет неограниченную власть. И он входит с ним в конфронтацию, в спор. То есть, он защищает Бениамина. И это то, что приводит к нашему крыльцам. Они объясняют, что происходит. Почему он должен был это сделать? Почему он попал в такую ситуацию? Это то, что сказано. Он взял на себя быть гарантом. Теперь, если ты взял на себя быть гарантом, ты теперь в этой ситуации. То есть, имеется в виду именно вот это в принципе, когда он говорит, то есть, Мишлей, избавь себя, кто попался в него, пойди унижайся. Это не имеется в виду пойти унижайся. Обязательно. То есть, ты должен обнижаться и так далее. Имеется в виду, что ты попал в ситуацию. Теперь должен сделать все и принять на себя эту ситуацию и действовать по ней. Окей. С одной стороны, хорошо, вот этот мидраж. Какая связь? Мы сказали, что сейчас идет куча мидраж один за другим, которые говорят о лидерстве. Как здесь мы видим лидерство? Какое лидерство? Мы видим, что Иуда попался в проблемную ситуацию. У него нет выхода. Он сделал грант. Поэтому он пошел на конфронтацию с вторым человеком в самой мощной империи того времени. Но как это связано с лидерством? О, теперь... Это меня выбросило. Я прошу держать выключенные микрофоны. Окей. Сделать, можно сказать, то есть человек взял на себя грант. Иуда взялся грант. И по идее, значит, он должен теперь действовать. С одной стороны, все замечательно хорошо, но мы видим очень интересную вещь. Мишлей и вообще мидраж к понятию арвуд, понятие гаранта, но это очень негативно. Брата себя, быть гарантом, это очень плохо. То есть отношение к гаранту такое же отношение, как к обетам. Что про обеты сказано? Сказал Коэлет, экклезиаст. Имеется в виду, лучше не давать обет. Но лучше этого, если ты уже дал обет, выполнил. То есть, да? То есть, выполнил. Потому что хуже того, что ты не... То есть, хуже того, что брать обет, это брать обет и не исполнять. Таким образом, выходит, что Иуда выступает перед Юсефом, то есть, тогда он не знает, что Юсеф мы сказали, из-за того, что у него нет выбора. То есть, он уже взял на себя быть гарантом. Он не может... То есть, если ты уже взял быть на себя гарантом, то, извини, меня назвался грудем подрезай в лукошко. То есть, не помню, как ты называешь. Пару русскую пословицу, что-то я забыл. Ну, понятно. Все, взялся на гаранта, вперед. Ты уже находишься в ситуации в зажатой. И теперь мы можем понять, что говорит вот этот Медраж. Он трогает самое базисное понятие лидерства. Какое? Это ответ и реакция на ситуацию вынужденную. Что ты делаешь? В ситуации, в которой ты попался. То есть, да? Как ты рассказываешь, на бомаком шеэн анашим тье иш, вместе не отлюдить, будь человек. Человек, который берет на себя роль, задачу для того, чтобы отреагировать, дать ответ на ситуацию, которая требует ответа, требует исправления, это и есть лидер. То есть, человек, который берет, видит ситуацию, эту ситуацию надо исправлять, и он наберет на себя из-за вынужденной ситуации в то, куда он попал, берет на себя ответственность, и решает делать, исправлять и так далее, действовать, это и есть лидер. Это что сделал Иуда. Получилась ситуация, то есть, безвыходная. Деваться некуда. Не, можно, конечно, было сложиться и сказать, извините, ребята, то есть, да, вот, да, 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 то есть, он взял, зажал Бениамин, кстати, это более логично. Кто украл чашу? Бениамин. Почему все остальные должны плодить Бениамин остаться? И тут вмешивается Иуда, кстати, есть очень интересная вещь, но объяснение красивое. Братья, есть проблема, братья понимают, что они виноваты за Юсефа, то есть, да, им полагается наказание, вот то, что на них, когда правители Египта настолько так жестоко относятся, им полагается, потому что они были жестоко отнеслись к Юсефу, когда он кричал брату своему, но они не могут понять, что-то неправильное. Нас наказать понятно, а Бениамин, которого вообще там не было, почему он единственный, кто должен быть наказан? По идее, он должен уходить, его не надо наказывать от Всевышнего, а наказывать нужно нас. То есть, ситуация нелогична. То есть, то, что делает правитель Египта, он делает нелогичное наказание. Но все молчат. Кто берет на себя ответственность и решает, что нужно исправлять ситуацию? Еуда. Это вид лидерства. Это что пытается показать Медраш в этой части. Переходим к следующему Медрашу, который дальше продолжает, то есть Медрашим. Тут идет очень интересно, тут очень интересно, тут берется стих другой. То есть, снова Ваигаш Еуда, но стих, который берется, это стих из Тиелим. Стих из Псалмов, сейчас его прочитаю, то есть полностью. Это стих из 48-го Псалма, сейчас его открою. от 5-го к зиму. И сказали, ибо вот цари собрались, прошли вместе, увидели они, как оцепенели, испугались, поспешно бежали, трепетно хватило их, дрожь, дрожь, как рожь. И говорит Медраш, его цари собрались, пошли вместе, это Иуда Юсеф, говорит Медраш. А вру Ягда, собрались, пошли вместе, имеется в виду, то есть говорит, Абра, это очень интересная вещь, потому что, тут сразу скажу, Абра в этом понятии, это или война, или злость, то есть гнев. То есть этот пошел с гневом на этого, этот пошел с гневом на этого. Это имеется в виду. То есть сказано, и эти увидели, как оцепенели, о чем идет речь. То есть испугались, то есть обратили, братья друг на друга, то есть они испугались, про братьев сказано. То есть сказано, то есть в стихе, то есть испугались, поспешно и бежали. О чем идет речь? То есть братья не могли ему ответить, они испугались, то есть когда Юсеф, то есть когда они испугались, когда нашли вот эти вот чашу, они не знали, что бы делать. И сказано, и трепет охватил дрожь, как роженицу. Это колено, имеется в виду, что все остальные колено, они были в шоке, они вошли в трепет, то есть Юсеф, и Юда сцепились, а все остальные братья оцепенели. И сказали, цари между собой говорят, а нам что имеется? Я эле мелах, ми даен эм мелах, то есть хорошо царю говорит с царем. То есть сказано, вы игаш Юда. И подошел Юда. Медраж продолжает. Ихад бейхад игашу. О, тут уже идет стих из Йова. И один к одному подошли, говорит, это в Йове стих, это Иуда и Юсеф, то есть подошли друг к другу, это Иудава и Юсеф, когда они с вами поднимаются, говорит Медраж. Вы рох, лоя волбен эм, и не может пройти между ними рох, имеется в виду рэвов, то есть нет между ними зазорина, они то есть вплотную сошли. Сейчас я скоро объясню, что имеется в виду, там стих в Йове. Это это шватим, то есть, если только колено, они могут войти между ними двумя, то есть они остаются в сторонке. Сказали, цари между собой общаются, Мната чего-то этого. Хорошо, царю говорит царем, то есть мы тут типа называется в сторонке встаем. И подошел Юда. И дальше, сейчас приводят стихи за Мосса, Медраж дальше. И вот придут дни, когда подойдут, то есть там имеется в рассказе, всевозможные люди, которые делают разные действия, будут друг другу помогать. Речь идет, говорит, то есть подошел, то есть тот, который с плугом, тот, который попашет. Это Юда. Пеку церкви, церкви, который срезает, собирающийся. Это Юсеф. И вот мы собираем снопы, имеется в виду, что это Юсеф вместе с Иудой. Ведурэханавим, то есть тот, который топчет виноград, тоже там, это часть тиха Мосса. Это Юуда, как сказано, кидарахтия льдархири льуда с харья, то есть давящий виноград, это Юуда, это с харья. Вебамушек Газера, то есть тот, который наоборот сеет, то есть да, это Юсеф. Шимасах зарошил авибу риданами црами, который потянул семя его отца и привел их в Египет. Вейтифу аримбасис, то есть да, сейчас лучше я передаю, это все-таки с харью открою, для того, чтобы это не перевел, то есть иначе у меня корявый перевод получается, прошу прощения вашего. Сейчас отходят с харья, прошу прощения, джимус харья, амус. Открываю амусы, это амус 9 главе. Вот, давайте я сам стих прочитаю. 13 стих. Вот наступает низко, когда пахарь сойдется со жнецом, а давильщик винограда сеятелям, а горы источать будут сок, и все холмы растают. То есть да, вот в будущее описывается, когда все будет хорошо. И вот, и будут горы источать сок, то есть оси, срезина сок, то есть я пытался найти на русском слово, то есть оси, оси это не совсем сок, оси это то, что выжимает жидкость текущая из мякоть. Это, конечно, сок, но это на иврите сок это мидс, то есть мидс там цит, то есть то, что, а это оси, это когда оно из мякоча, то есть вместе выходит. Это по колено, и сказано, и снова повторяется, то есть куплет, у вас есть куплет, припев, куплет, припев, снова повторяется припев, то есть цари говорят друг с другом, нам это все равно, хорошо царю говорить царю. Окей, подошел Юда. То есть как вы видите, у нас в этом мидраше три раза повторяется вот эта вот песня, то есть да, припев, то есть да, что каждое из объяснений стихов связано с Юда, что цари говорят друг с другом, то есть да, а мы тут при чем? И хорошо царю говорят царю. О чем идет вещь? То есть да, в принципе, все это завязывает к одной вещи, то есть есть лидерство двух человек, Юсеп и Югуда. И эти два человека, то есть вошли в соединение друг с другом, два царей, то есть два царя, то есть они между собой разбираются. Что имеет в виду мидраж? А мидраж говорит, что вот эта вот конфронтация, противостояние между Юдой и Юсефом, которую мы читаем сегодня, то есть читаем в нашей главе, она показывает и в принципе реализует и проводит уже вперед то, что, скажем так, то, что видно любому человеку, читающему нашу главу и видно братьям, то есть да, то есть видно братьям, что они свидетели тому, как сейчас происходит то, что не относится к ним. Это другая лига. Это лига лидеров царей. То есть то, что происходит у них на глазах, это в принципе превращение Юуды в лидера царя, и напротив него стоит другой лидер. И это между ними происходит конфронтация. То есть они здесь уже, они не в этой линии, им там делать нечего. Там находится зарождение. Проблема в том, что мы-то умные, мы-то уже знаем, что перед нами стоит Юсеф. Поэтому с этим, Ашех бен Юсеф, то есть да, а потом Ашех бен Давид, это Юуда. Перед ними стоит, но они об этом не знают, они понимают, что это зарождает царительство еврейского народа. И они видят другое противостояние. Они сначала видят противостояние между Юдой, то есть в принципе, который стоит, есть мидраши, которые объясняют, что Юда мог размазать по стене Юсефа по-настоящему. Есть мидраш, который говорит, что Юда собирался убить его. По причине того, что Юда была на многом сильнее и физически. Во-вторых, Юда имел армию. То есть он мог войти в конфронтацию военную, если надо было. Есть такой мидраш. То есть в принципе, сделает зарождение между умерениями. Теперь, первая часть мидраши говорит о чем? Она говорит о мощи гнева. То есть, да, и страха, который происходит при конфронтации двух этих людей. То есть, да, двух царей. То есть, двух лидеров. Когда это увидели братья, они отошли. То есть, да, потому что это страшно выглядит. И это используется именно используется стих, который мы сказали, стихи лимф, в котором, то есть, гинам лахимну аду авру яфтаб. То есть, да, вот соединились цари. То есть, да, авру от слова ка-су. То есть, в гневе друг друга сошлись против друга. Причем, о чем этот стих говорит в Тиелим, вы знаете? Тиелим говорит о том, что будет построен город Всевышнего и в Русалиме и о страхе всех царей вокруг. То есть, да, их сначала злобе, а потом страх. Так вот, так вот, Медраж превращает вот это вот противостояние между двумя царями, между Юсефом и Юдом, как источник, что это само источник страха остальных братьев. Но, в конце концов, вот это вот противостояние, вот эта вот конфронтация, эта борьба, которая происходит, она прокладывает путь к реализации и рождению в будущем царства в народе Израиля и лидерства в народе Израиля. Таким образом, может быть, фраза хель келью лада, то есть, да, то есть, будет трясти как роженицу, хель келью лада, в этом стихе оно относится к ощущению братьев при этой встрече иуда и Юсефа. И что оно, то есть, приходит, то есть, что реализовать, показать зарождение позитивной вещи. То есть, вот этот вот страх, вот эта тряска, вот это вот что-то непонятное, которое происходит, в конце концов, как роженица, которую трясет, она дает новую жизнь. И здесь происходит рождение нового, положительное, которое в конце концов построится и приведет к строительству чего? К строительству города Бога, который будет в будущем уже. Теперь, вторая часть этого Медраша, снова, тут лидерство явно, она подчеркивает, скажем так, белодиют, то есть, на иврите, то есть, имеется в том, что только это борьба Юсефа и Юуды, больше никого. Все остальные расходятся в стороне. То есть, поэтому используется слово рух, то есть, фраза из Йова, что между ними нету зазора. То есть, шватим, то есть, коленом некуда войти. То есть, это только Иуда, Юсеф, то есть, называется он и он, то есть, два человека, которые напротив друг друга и некому туда, никуда лучше там нанесуваться, нет места для других. Не зря используется фраза из Йова, которая о чем говорит? Она говорит об описании мощи Левьятана, то есть, да, вот этого кита огромного, это в стих Йове, который, скажем так, он намного величественнее всех остальных творений в этом мире, как известно, Левьятан. Левьятан, это не тот кит, которого мы знаем, то есть, мы наших китов называем Левьятаном, Левьятан, куда творение огромное Всевышнего, и оно нету ничего похожего по мощности и величине среди других творений, и как нету похожести между мощью Левьятана по сравнению с другими, созданиями, так нету похожего в мощи встречи между Юсефом и Юуде в их столкновении, когда явно видно, что они намного выше, чем все остальные братья, потому что это разговор царей, это встреча, это конфронтация царей. И третья, то есть, стих тут очень интересно, тут уходит, то есть, третья часть Медраша, уходит вся воинственная часть, уходит вся часть конфронтации и превращает, используется стихи Замоца, которые показывают о, что называется, штуфпула, когда они становятся напарниками, они помогают друг другу делать какое-то действие, поэтому идет сравнение, смотрите, хурэш и куцер, то есть, пашущий и собирающий, то есть, в принципе, о чем идет речь, если брать, то есть, мы тут видим, что иуда начинает процесс, а Юсеф заканчивает процесс, то есть, да, хурэш, тот, кто пашет, если это иуда, как говорит Медраш, то тот, кто начинает процесс, куцер, тот, кто срезает, это Юсеф, сказано Медраша, то есть, То есть он заканчивает процесс. Дальше идет сравнение между дуреха на вин, тот, кто топчет виноград, то есть делает уже вино, и между тем, кто сеет. То есть Иуда заканчивает один процесс, вместе с этим Иосиф начинает следующий процесс. И получается такая вот гармония между ними, которая приводит весь народ Израиля, а это колено, то есть братья, что они приходят к тому, что они как горым, то есть что порождают горы сок, то есть что в принципе приходит возрождение, возвеличение и так далее. То есть в принципе здесь вот этот вот большой медраж, который состоит из трех изучений стихов, которые все это связывает с Иудой, вот эта конфронтация между Иудой и Иосифом, они нам показывают еще, скажем так, два основных идеи лидерства, которые, то есть качество лидерства. Первое, это, во-первых, то, что народ должен принять лидера, то есть да, то есть есть важность в том, что народ принимает лидера, то есть поэтому не зря показывают, что колено понимают, это не к ним, это не их часть, это часть Иуда. Да, они в этой линии вообще, это не их борьба, они принимают того, что Иуда он лидер, то есть важно, чтобы лидер был лидером, чтобы народ принял его как лидера. Второй важный аспект, это важность мощи, то есть силы духовной и идеологической для того, чтобы быть лидером. Лидер должен иметь огромную мощь и силу, и духовную, и идеологическую. Лидер только если у него есть идеология и духовность. Поэтому всегда, вы знаете, есть большое разница между лидерами и политикой. То, что мы сегодня имеем, мы имеем политиков, мы лидеров не имеем. Для того, чтобы быть лидером, человек должен быть идеолог, идеологически, то есть полностью сильным. Он должен идти работать за идеологией. Все это раскрывается именно в ситуациях, когда лидер стоит или в противостоянии, или он царапается о реальность, которая происходит перед ним. Потому что, когда ты стоишь в противостоянии реальности, когда тебе нужно исправлять, там нужны и идеология, и то, чтобы народ признал тебя лидером, чтобы ты действовал. И третья, последняя вещь, которую мы видим в этой медраже, очень крестную вещь, это риторика. Дело в том, что Иуда, если мы видим, единственное его оружие против, то есть если мы не берем другие медраши, а единственное его оружие, если мы берем в шатап сухим, его единственное оружие против Юсефа, это риторика. Слова, то есть речь, которую он скажет. И действительно медраж, снова в той же Пороша, Цадик Гиммель, 93-й Пороша, Берешитраба, действительно занимается четкой напрямую риторикой Иуды. Глобально и с точки зрения содержания этой риторики. Говорит нам медраж следующий. Золотые яблоки в серебряных пластинах. Тоф, я сейчас открою, это снова Мишлей, просто я... Немножко тяжело на русский перевести, я хочу посмотреть, как они это перевели. Это 25-я глава. Золотые яблоки с серебряными украшениями, слово сказанное разумно. Плохой перевод, я сказал бы. Вообще на иврите в этом смысле, то, что здесь приведено, это колесо. Колесо у колесницы. Это колеса у колесницы Всевышнего. Это слова, которые должны быть идеальными. Сейчас объясню более глубоко. Как говорит медраж. Говорит медраж. Тиргем акелес. Харузрин дегав баду. То есть, окей. Это неважно. Дабер дибур... Дабер дибур аль офанав. И говорит медраж. Говорит слово... Как колесо показывает себя с каждой стороны. Нужно крутиться. Точно так же были слова иуды показаны со всех сторон. Когда он говорил с Йосефом. Сейчас объясню, что имеется в виду медража. И подошел к нему иуда. Следующий говорит... Говорит Мишлей. Это уже 20-я глава Мишлей. И ца бенев ищ в ищ тву нот и долена. Теперь мы переходим к другому. Скажем так, аллегории. И аллегория здесь уже идет сравнивать с колодцем. Прошу прощения. Глубокие воды. Совет в сердце человека. А муж разумный вычерпывает его. Сердце человека в глубокие воды. Это колодец. И у румзумных человек вычерпывается с него. Что имеется в виду? Машаль. То есть аллегория к глубокому колодцу. Полная холодной воды. То есть вода, которая хороша. И не могла ни одно живое существо пить из этого колодца. То есть об этом идет речь. И один пришел. И завязал веревку к веревке. То есть да. И в конце концов вытащил воду из этого колодца и выпил. И тогда все начали вытаскивать воду из колодца и пить. То есть черпать воду из колодца и пить. Так не сдвинулся Иуда с места, пока не ответил на каждую претензию Иосифа, пока не дотронулся до его сердца и сказанного Игаши над Иуда. Окей. У нас здесь Медраж используется двумя аллегориями. Первая аллегория – это оффен, колесо. И вторая аллегория – колодец. Теперь оффен, колесо – это круглая вещь, которая показывает симметрию. То есть в принципе идеал. Потому что от центра к кругу одинаковое расстояние каждой точки. Кто-то геометрию получил, знает. Таким образом, круг считается идеальной фигурой. Из-за этого выходит, что по сравнению с колесом в словах имеется в виду, что это содержание слов Иуда. Иуда говорит, его слова рассматриваются с каждой стороны. То есть он берет слова Юсефа и показывает вещи, логику со всех сторон. И он раскрывает идею, которую он говорит. То есть его слова, риторика идеальна. И это связано с Тапухей Загаба Мацкиот Кесет. То есть имеется в виду, что золотые яблоки закрыты ему золотыми украшениями, который говорит в Мишлее, то есть в притчах Соломона. То есть есть золото, и оно закрыто серебром. Теперь серебро тоже хороший благородный металл, но золото круче. Таким образом, когда человек ближе рассматривает это яблоко, то он видит за серебром золото. То же самое то, что произошло с Юда, когда он говорил с Юсефа. То есть в принципе это показано на глубину мудрости в словах иуды, в его риторике, когда он разговаривает. Он раскрывает, то есть в принципе вот этим вот рассматривание с разных сторон, которые как иуда. Поэтому, кстати, вы видите, обратите внимание, слова иуда очень длинные. И он повторяет вещи, которые уже говорились. Почему? Именно потому, что он раскручивает их со всех сторон для того, чтобы их закрыть со всех аспектах идеально. Чтобы они лягли и были доступны и дошли до Юсефа. Более того, это с точки зрения логики и раскрытия идеи в ритории. Есть вторая часть. Медраж говорит, что есть сравнение также и с колодцем, что имеется в виду. Речь идет о чувствах. Добраться до сердца человека. То есть сердце Юсефа было как глубокий колодец. И иуда ищет, то есть да, и в концертах он находит путь к этому сердцу. То есть для того, чтобы он отменил его постановление, что Юбинямин будет рабом. То есть из этого выходит очень интересная вещь. По этому машалю, по этой аллегоре выходит, что сердце Юсефа, мы сказали, глубокий колодец. И там нужно раскрытие. И вот этот процесс раскрытия и поднятия чувства и так далее, которое в конце концов привело к тому, что Юсеф начал плакать. Что он не мог больше сдержаться. Он поднял из сердца все вот это вот чувства, которые были внутри, вверх. То есть Юсеф уже больше не мог сдержаться. Он это смог сделать, что этот процесс сделан был риторикой, словами иуды. То есть что мы из этого учим? Мы учим еще одну очень важную вещь лидера. Лидеру нужно иметь ораторские навыки, риторику. Мало того, что риторика его должна быть мудра, чтобы она была действительно логичная, закрыта со всех сторон. Но она должна еще действовать и искать, что называется, отзыв в сердце людей. Так что он вытаскивает из сердца людей наружу вещи, которые нужны. То есть которые важны для того, чтобы повести людей за собой. Это что мы видим. И так с ним подведем итог из того, что мы сейчас выучили. Медраж. Один за другим медраж, который показывает нам лидерство. Каким должен лидер быть лидер? То есть по этим медражам, которые учат. То есть вот этот иуда, который подходит с Юсефом, спорить с ним, спасать Бениамина. И так проявляется лидер. Так рождается король. Так рождается царь. Так рождается тот, кто будет в руе сушеветми иуда. То есть не уйдет царство от иуды. Он другая лига. Что ему нужно? Первое, чтобы быть лидером глобально, нужно быть, во-первых, стать. И называется взять на себя задачи, которые требуют. То есть реальность требует их решения. То есть это выходит из то, что называется вопроса гаранта. То есть в принципе гарант попадает, что он наберет на себя обязанность, которую он не может от них отлынивать. То же самое. То есть лидер должен видеть реальность и ситуацию, которая требует решений, требует действий. И он берет на себя это. Второе мы увидели. Мощь лидера нужна быть, это человек должен быть идеолог, то есть у него должна быть идеология, у него должна быть очень сильная, скажем так, стержень внутри идеологический и духовный. И еще он к этому должен, чтобы эта мощь шла не только самостоятельно, она должна быть признана народом. Когда он становится лидером. И третье, риторика и ораторское умение это один из важнейших инструментов лидера. То есть лидер не должен не только уметь делать, он должен уметь говорить. Потому что разговор тянет за собой, он решает многие вещи и он тянет за собой из сердца людей. Это три вещи, которые поднимаются из того, что говорят наши мудрецы с точки зрения, какие качества нужны лидерам. И это очень важно, потому что все эти мидраши, все эти вещи, которые наши мудрецы объясняют, они нас учат простые вещи. Как нам правильно жить, каких нам лидеров выбирать, кто должны быть наши лидеры, как видеть настоящего лидера и так далее. И можно пожелать нам себе только, чтобы Всевышний нам дал настоящих лидеров, а не политиков. Потому что политик, в конце концов, это идея компромисса. Лидер, то есть человек, который ищет какие-то вещи, чтобы и для себя тоже. Много для себя сказать даже. Лидер это человек, который видит, есть проблемы, я иду решать. Лидер это человек, который есть мощный стержень внутренний, его принимает народ и он умеет говорить. Ибо из-за того, чтобы у нас пришли такие лидеры, как можно быстрее. На этом я сегодняшний урок заканчиваю, надеюсь, у меня был такой немножко запутанный. Проблема в том, что заполнится, потому что очень тяжело переводить Медраши, потому что тут много игры слов, которые работают на стихах. И по этой причине тяжело. Но я думаю, что идея была понятна. Та идея, которую мудрецы нам хотели провести, которую попробовал раскрыть перед вами. На этом мы заканчиваем запись. Кто-то у нас слушал запись, все хорошего. До новых встреч, увидимся.